Бисм الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والسلام على النبينا, المحممدين وعلى أليهم وصحبين اجماعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, уважаемые братья и сестры. Завтра, 19 июля 2021 года, день Арафа, великий день. Этот день, который Всевышний Аллах Субхану Ва Та Аля возвысил, в этот день, Субхану Ва Та Аля, Аллах Субхану Ва Та Аля хвалится перед своими ангелами за своих рабов и говорит Субхану Ва Та Аля, Что хотят они? Что хотят от меня рабы в этот день? Этот день, когда Аллах Субхану Ва Та Аля приближается к тем, которые вызывают к Аллаху Субхану Ва Та Аля. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы должны проявить максимальное усердие. Это великий шанс от Аллаха Субхану Ва Та Аля. Великий день и известный день. Если ночь предопределения, она неизвестная, однако день Арафа, он известный. Это девятый день месяца Зульхиджа, то есть завтра, 19 июля 2021 года. Поэтому это великий шанс. И, уважаемые братья и сестры, мы не должны упускать это. Для кого-то из нас Аллаху Аля, может быть, это последний такой день Арафа. И он один день в году. И нужно его провести в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та Аля. Наша жизнь протекает, пролетает. И самое опасное состояние, когда человек бывает фельгафля. То есть он, понимаете, как бы очнулся, заснул, очнулся, и вся жизнь его пролетела. И он не понимает, что он... То есть бывает такое, когда в течение дня что-то человек день прошел, Субхану Ва Та Аля. И он заступник день за нас или против нас. И человек не понимает, не может понять, как он так быстро пролетел. И что он сделал благого. Поэтому так же и жизнь пролетает. И чтобы завтрашний день вот так вот тоже не пролетел, помилился Аллаху Субхану Ва Та Аля, я составил некую программу, как провести максимально с пользой этот день. И, иншаллах, все по пунктам. Да, Аллах Субхану Ва Та Аля, чтобы принял это как благое дело. И нагрозил, иншаллах, нас всех, иншаллах, за это. И первое, что хотел сказать, сегодня постарайтесь пораньше лечь спать. Пусть вы прочитали салат Раиша и до... Если у нас, например, утренний намаз в Москве, например, около 2 часа наступает. Опять же, каждый смотрит по своей стране, по региону. Пускай он поспит эту ночь, наберет силы с неятом, чтобы набрать силы. И проснется до утреннего намаза примерно за час и возьмет намерение поститься. Покушает сухур, покушает, делает прием утренней пищи с неятом, чтобы завтра поститься. Ведь пророк Мухаммад сказал, пост в день Арафа, я надеюсь, что Аллах, тем самым, простит при грешении двух лет. Санат Аль-Мады и Аль-Мукбиля. Этого года и будущего года. Поэтому такой великий день, пост один день, такое малое, незначительное, такое маленькое дело, легкое дело. Но перед Аллахом, Субхану Талли, великая награда. Следующее, что после того, как покушали сухур, прочитайте два рака'ата минимум или четыре рака'ата. Салат-ул-Киям. Тахаджуд намаз. И во время сажда, когда будете в земном поклоне, благодарите Аллаха, Субхану Талли, то, что Он дал вам возможность, нам дал возможность дожить до этого дня и встретить этот день, Яум Аль-Арафа. И просите сажда дуа, хайру дуния у ахра, все благое в этой жизни и в вечной жизни. После того, как прочитали, остается еще время до утра намаза, делайте истегфар. Просите Аллаха, Субхану Талли, прощения. Вспоминайте свои грехи. Сколько мы согрешили, сколько у нас грехов. Аллах, Субхану Талли, писал верующих, говорит, То есть в ночное время они просят Аллаху, Субхану Талли, когда они не спят. Просат Аллаху, Субхану Талли, прощения. Мы говорим, И в этот момент вспоминайте свои грехи. И не любите грехи. И просите, кайтесь Аллаху, Субхану Талли. Просите у него прощения. Поистине я прошу в день сто раз. Это тот человек, которому Аллаху, Субхану Талли, просил все грехи. Аллах, Субхану Талли, просил ему все грехи. Однако он просил в день. В одном реваяте говорится 70 раз. В другом реваяте говорится 100 раз. Имеете в виду, много просил Аллаху, Субхану Талли, прощения. После этого Подготовьтесь к намазу. Подготовьтесь к намазу. Возьмите омовение Для утреннего намаза, для утренной молитвы. И в этот момент Чувствуйте, что с последней капелькой С каждой капелькой, когда мы берем омовение Прощается прегрешение. И чувствуйте, почувствуйте сердце, что Как капают капельки, так наши прегрешения Прощаются перед Аллахом, Субхану Талли. После этого за минут пять подготовьтесь к намазу. Если вы в этой мечети будете читать, придите, в мечеть, пораньше, или дома, то есть до того, как зайдет время утренной молитвы, и ждайте эту молитву. Не забудьте также, когда мы берем аль-вудву, берем мовение, произнести дуа ба'ады лудву. То, что мы часто забываем произнести. Короткое. Порок Мухаммад сказал, кто взял мовение, и хорошо его сделал. После этого произнес вот это дуа. Ему все восемь дверей рая откроются, сказал Порок Мухаммад. Когда мы это все делаем, братья и сестры, самое важное, чтобы сердце, оно было живое, чтобы это все мы чувствовали себя. Как мы прочитаем утреннюю молитву, сразу не расходитесь, посидите, и сразу напоминаем то, что день Арафа, после фарда намаза, мы начинаем произносить текбират мукаяда, то есть после фарда намаза Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла Иллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахи, Аллаху Акбар, валиллахи, и так, просидите до восхода солнца, текбират, тасбих, тахмид, то есть Субханаллаху, Аллаху Акбар, ла Иллаху, ла Иллаху, Аллаху, зикры, утренние зикры, ла хавла в ла кввата, илла биллахи, ла Алийн Азим, по сто раз произносите, ла Иллаху, Аллаху, Ахдау, ла шерикала, ла хуль мульку, ла хуманду, Субханаллаху, Субханаллаху, Салават пророку Мухаммаду, все это делайте с намерением внутри, чтобы возвеличивая Аллаху, показать любовь к Аллаху, и прощая у Него прощения, надеясь на Его милость, надеясь на милость Аллаху, и на Его щедрость по отношению к нам. Следующее, как только возойдет солнце, посидите минут двадцать, и после этого прочитайте намаз Аш-Шурук, то есть вот это намаз, два рака это намаза, чтобы записалась награда Аль-Хадж и Аль-Умра, как говорится в хадисе, тот, кто прочитал утренную молитву, потом восхвалял Аллаху, до того, как возойдет солнце, до Шурука, потом мы ждем примерно по Москве, где-то минут двадцать примерно, после этого два рака это намаза прочитает, ему запишется награда Хаджа и Аль-Умры. Может быть, в этом году мы не смогли поехать на Хадж, но такая, аль-Хамдалли, награда есть, аль-Хамдалли, возможность получить награду Хаджа и Аль-Умры, полная-полная, как сказал Бог Мухаммад, салаллаху алейху алейху ассалям. Следующее, что, как прочитали намаз, после Шурука, опять же, нужно набраться силы, нужно поспать несколько часов, например, поставить будильник на десять утра, к примеру, скажем, и в этот момент вы спите с неятом, чтобы набрать силы, чтобы дальше поклоняться Аллаху, субханаму ата'але. Как вы проснетесь, уважаемые братья и сестры, возьмите омовение, возьмите омовение и прочитайте минимум четыре рака'ата духа намаза. Четыре рака'ата духа намаза. После этого вы ожидаете обеденную молитву, намаз ал-духр. До этого, вот, все это время между намазами нужно провести время в поклонение, в поминание Аллаха субханаму ата'але. То есть именно Хадж установлен для того, чтобы поминать Аллаха субханаму ата'але. В эти дни, как Аллах субханаму ата'але говорит, «Вспоминайте Аллаху субханаму ата'але в дни, известные дни, то есть в эти дни, в великие дни, перед Аллахом субханаму ата'але. И чтобы бывает такое, что когда-то человек, вот так он сотворён, что-то ему надоедает, вы меняйте, например, поклонение, например, сделать, так и берете Аллаху адбар, Аллаху адбар, Аллаху адбар, Аллаху адбар, это дуа в день Арафа». И самое лучшее, что говорил я в этот день и пророки, которые были до меня, вот это зикр. Прочитали обеденную молитву в Гор, после этого, опять же, не забываем делать такбираты, такбираты, укаяяда, после этого прочитайте что-то из Кур'ана, например, какой-то у человека бывает weird, повторите Кур'ан наизусть, или глядя, там джуз, два джуза, как, иншаллах, кто сколько сможет, там три джуза, читайте что-то из Кур'ана и постарайтесь после этого послушать какое-то напоминание о дне Арафа, чтобы, опять же, заполнить себя иманом, какую-то хутбу, например, которые были раньше, прошлого года, позапрошлого года, там, хутбу об Арафате, чтобы, опять же, себя напомнить, какой это великий день. Потом у нас следующая молитва аль-Аср, салат аль-Аср, после того, как прочитаем салат аль-Аср, опять же, мы говорим такбираты, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамд, и начинаем дзикар аль-Маса, вечерние поминания Аллаха, которые приводятся в Сунни Пророка Мухаммада, самое главное дело не спешать делать это. Бывает то, что мы, например, говорим, Ла Иллахи Аль-Аллахи, о чем-то другом думаем, или там телефон смотрим, размышляя над этим словом, что нету большого достойного кроме тебя, я Аллах, ты великий, я Аллаху Акбар, тебе я поклоняюсь, тебя я благодарю, то есть таким ниядом, нету сил и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха, в этот момент вы просите у Аллаха, в той или иной ситуации, в которой вы нуждаетесь, пусть это будет в семейных отношениях, или в бизнесе, или в других, во всем, что хотите, зарождайте ниядь такой в своих сердцах, истегфар прощением Аллаха, я Аллах, сколько я тебе грешил, я Аллах, сколько я делал то, что ты не любишь, но ты меня прощал, ты скрывал меня, я прошу тебя прощения, не верни меня обратно на это, то есть вот так вот, с таким ниядом, салават пророку Мухаммада, с любовью к пророку Мухаммада, то что он тот, кто будет заступником за нас в судный день, он тот, кто до нас донес религию, Аллаха, панель. Вот так вспоминайте Аллаха, субханахуму ватаалей. Потом прочитайте куран, опять, прочитайте, что ты аккорона, опять же, размышляй над кураном, не так быстро, быстро читайте, размышляй над каждым аятом, можете даже перед собой тафсир поставить, размышляем над этим аятами, потому что, Аллах, послал эту книгу, для того, чтобы мы, размышляни над ней сердцами, для того, Аллах говорит в куране Неужто люди не размышляют над Кураном или на их сердцах замки? Итак, продолжайте примерно за час-полтора часа до вечерней молитвы Магриб, до Ифтара. И вот когда наступил час, последний час, как сказал Прок Мухаммад саллаху алейкум ассаляму, Дела расцениваются по последним делам, вот здесь начинайте дуа. Расхваляйте Аллаху, не спеша, можете удиниться, отключите телефон, уберите все, что вас отвлекает от этого. Делайте, просите Аллаху ассаляму 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 дуа. Уважаемые родители, те родители, я хотел бы обратиться, у которых болеют дети. Часто так и обращаются и говорят, вот моему ребенку такое дело, нас поставили и так далее. Хотите получить, иншаллаху ассаляму 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 ответ на ваши дуа, вот в этот день, в этот последний час просите своих детей. Вот тот отец, который хочет, чтобы его дети выросли достойными рабами, Аллаху ассаляму ассаляму ассаляму. Этот час для тебя. Тот, кто занимается бизнесом, хочет, чтобы у него было баракад, благодать, вопрос какой-то не решается, этот час для тебя. Вот тот студент, который хочет, альхамдулля, поступить в тот или иной вуз, чтобы Аллаху ассаляму принял этот час для тебя. Просил Аллаху ассаляму ассаляму, моли. Вот тот, который хочет поддержку от Аллаха, вот тот, кто хочет многое, что мы хотим. Вот этот час для нас, уважаемые братья и сестры. Самое великое, что мы можем просить Аллаху ассаляму ассаляму ассаляму, чтобы Аллаху ассаляму ассаляму укрепил нас на его религии. Ведь мы не знаем, как наша жизнь закончится. Сегодня мы в поклонении, завтра Аллаху амам, что может быть. Потому что хидая и биядь Ильллах, в руках Аллаха субхану ассаляму ассаляму прямой путь. Просите Аллаха субхану ассаляму ассаляму, чтобы он нас умертвил на религии ислам. Чтобы последние слова наши были, ля-илха-иллаха, чтобы самые прекрасные дела были последние дела. Чтобы судный день восхорестить, чтобы Аллах субхану ассалям был доволен нами. Просите своих предков, своих родителей, которые умерли и ушли из-за этой жизни. своих дедушек, бабушек, Простите за них и стих фар. Вот этот час для дуа. В этот момент хушуа должно быть в сердце, богобоязнь, снабжность, когда мы молим Аллаху Субхану Ате-Аля. И в этот момент мы должны мукунин бель-иджаба. Именно быть уверены, что Аллах Субхану Ате-Аля ответит на наши дуа. Не сомневаться в этом. И вот, когда делаем дуа, вспоминать вукуфына. Я умна кияма амам Аллаха Азиа Ва Чаля. Вспоминать то, что мы встанем перед Аллахом в судный день, когда мы спросим Аллах Субхану Ате-Аля. И также не забывайте дуа за ваших братьев и сестер, других во всем мире. Где-то притесняются, где-то голодают. За них тоже просите дуа. Не только за себя, но за всех верующих. И когда уже наступает, вот приближается Магреб, Ифтар, остается 10-5 минут, из всего сердца произнесите О Аллах Субхану Ате-Аля. Не сделай так, чтобы эти руки вернулись пустыми. И сделай так, чтобы в этот день я был освобожден от наказания ада. Ведь самый великий день, когда Аллах Субхану Ате-Аля больше всего рабов освобождает. Аллах Субхану Ате-Аля освобождает от ада именно в день Арафа. Ни в другой никакой день Аллах Субхану Ате-Аля такое большое количество не освобождает от наказания ада, как в день Арафа. Просите, скажи, О Аллах, сделай так, чтобы перед тем, как сядет солнце, как наступит Магреб, я был из тех в списке тех людей, которых ты, и моя семья, из тех, которых ты освободил от наказания ада. Пуская, просим Аллах Субхану Ате-Аля, чтобы принял от нас и от вас поклонение в день Арафа. И чтобы Аллах Субхану Ате-Аля сделала нас с вами из тех, кто спаслись от наказания ада, уважаемые, любимые братья и сестры. И просим Аллах Субхану Ате-Аля, чтобы мы, как вместе в этой жизни собираемся на поклонение Аллаху Субхану Ате-Аля, также собирались вместе для того, чтобы Аллах Субхану Ате-Аля посмотрел на нас с взглядом довольствия, простил нас в судный день и вел нас вместе. Фирдауси-Аля. Жазаку мухайр. Ва саляллаху аля нибини Мухаммад. Ва аля алихи. Ва сахами и жмаин. Ва саляму алейкум. Ва рахматуллаху и баракатул. Иншалла будем друг за друга дуа завтра делать. И также меня, нуждающегося раба Аллаха Субхану Ате-Аля, грешного раба Аллаха Субхану Ате-Аля, меня не забудьте, пожалуйста, о своих дуаах. Ас-саляму алейкум. Ва рахматуллаху и баракатул.